Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Так неожиданно, не предупредили сразу тут. Так, минутку. Вот так. Вам видно? Да, все видно. А вам? Да, хорошо видно. У нас все записывается и выставляется. Вы не против интернет? Нет, конечно. Я слушаю вас. Назовитесь, кто вы и как? Я Анатолий Ипомин. Понятно. Живу в Артемовке, Донецкая область, Украина. Хорошо. Я в Барнауре нахожусь. Так, хотел бы в общих чертах, хотел бы попросить у вас ответов на вопросы во свете Библии и житейский опыт, чтобы вы мне передали в некоторых простых вопросах. В общем, первый вопрос такой, в общем, суть. Как объяснить людям святость отцов? То есть, говорят, святые отцы. А люди не понимают, говорят, да нет святых людей. Мне пока что не приходилось объяснять, но хотелось бы услышать ваш ответ. Как нет святых? Говорит, будьте святы, как я. Свят Господь говорит ко всем. Апостол Павел пишет послание, говорит, святым избранным. Всех, которые приняли святое крещение, люди, живущие по западу, все святые. А по человеческой немощи-то мы согрешаем, потому что Бог усматривает нечто не в ангелах. Поэтому вопрос один, а ответ можно и не давать никакого. Святые по должности мы омыты кровью Христа. Стань спящий, воскрес неизмертных, и осветить тебя Христос. Он делает святым Господь. Поэтому святые отцы, это доказано было их жизнью, как они жили, какие труды, это общепринято мнение. А они не считают их. Для православного вопрос так не стоит. Он скажет, а мне нужны доказательства. Доказательств никаких нету. Люди ушли. Остались труды. Осталась и биография, называется «Житие святых». Никого нигде нет святых. Он не верит, значит, не верит. Неверующий Богу представляет его лживым. Он говорит, я свят, и будьте святы. Это призыв к тому, что были святые, и они, значит, и есть. Скажет, и вы святой. Да, по благодати, да, мы омыты, мы причащаемся тело и крови Христовой. А сектанты, они еретики, они не знают этого. Поэтому и отвечать нечего больше. Не верят они, значит, Бога представляют лживым. Есть такое выражение. Бог, Господь, принял образ человека, сошел на землю, чтобы человека сделать Богом. То есть божественной сути приобщиться. Вот что и случилось. Доказательств никаких нету. Мы должны указать места Писания. Он верит человек или не верит. А вы зарядите в поисковик и посмотрите. Павел, когда обращается, все время обращается, называет святыми. Вот и весь сказ. Хорошо. Еще такой вопрос. Как узнать, крещен или не крещен человек без свидетелей? То есть, есть люди, которые уже в годах, которые не знают, крещены они были правильные или неправильные. Свидетелей не осталось в живых. Я понял. Шестой Вселенский Собор, восемьдесят четвертое правило. Как раз про такие говорится. Если нет достоверных свидетелей, немало не сомневаясь, прими настоящее крещение. Даже немало не сомневаясь. Сам канон призывает к этому. А если это ты правильно был, не знаешь где-то. Потому что священник, когда крестит, и говорит, а еще не крещен. То есть, если не крещен. Ну, а допустим, скрыто, никто не знает, кто он был, ему никак это не повредит. Никак. А если не будет крещен, тут полный провал. Поэтому, тем более, в той местности, где были, живых свидетелей нету. Надо найти, кто не знает, к священникам подойти. Все равно где-то можно найти настоящих, нетрусливых. Ясно. Значит, вопрос такой житейский. Вот я отпустил бороду, не прикасаюсь ни к усам, ни к бороде, ни к чему не прикасаюсь. И вопрос только один касается усов. Можно ли их поостригать, чтобы кушать быстрее? Потому что у меня работа такая, что нужно быстро кушать и все это в этом роде. Ну, не надо. Мы тоже быстро и тоже требуется, никогда этого не делали. Никогда. Пример у нас сегодня, это те, которые не покорились Никоновской реформы, старобрядцы. У них это считается большим грехом. Они так же едят, так же и торопятся. Все, это все отговорка. Никто не притрагивается. Вот у нас в общее никто не подстригает. И так же живут. Это мы гнилые подпорки привыкли ставить к тому, что уже упало. Никак. Посмотрите на фотографии Придриха Энгельса. У него где рот, только маленько видно впадина. Ничего не подстрижено. Нету. Карл Маркс. А дальше уже... У нас есть такие, которых мы видим с бородами. Вот. Адмирал Макаров смотришь. Достоевский, Толстой. Никто не подстригал их. Это наши, русские. И это не так давно было. Вот показана фотография. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Там семь человек сидит. Посередине сидит Владимир Ильич. Ни у одного нету бритой бороды. Ни у одного нету. А самому старшему 30 лет. Показан его отец. Со своими же он там был. Как статский советник. Ну, над учителями там. Это большое звание. И вот там какие там сотрудники. Или кто? Все с бородами до одного. Вот. Давно ли это было? Не тысячу уже лет назад. Даже католики, которые Сикстинскую Мадонну считают самой лучшей иконой. И Папа Сикс. Нетронутая борода. Папа Сикс. Это... Тогда-то они еще не отделенные были в этой ереси. А сейчас Папа все бритые. Что на это сказать? Заблуждение. Осквернение. Хорошо. Насчет творения Иоанна Златоуста. Я не смог найти место, где он говорит, останови службу и наведи порядок. Хотя я слышал у вас в роликах неоднократно. Подскажете место? Нет. Не подскажу. Потому что, когда я начитывал, там никаких мест не выписывал. Я все 12 томов насчитал. И они на нашем езде. Ну, я в это верю. Почему? Так и должно быть. По-другому никак. Житье Василия Великого. Он более ранний период жил, чем Златоуст. И пришел император Валент. Еретик. И он увидел, какой порядок он удивился. Такого у себя нигде не видел. Чинность, стройность. Ну, как Сариса Савская пришла к Соломону, почитая, как она удивилась, как прислуживает за столом. Все остальное она увидела и говорит, мне и половина не рассказали. А порядка нет ничего и нету, и так понятно. А если бы он не сказал это? Не сказал, сама жизнь заставила бы сказать. Какая-то служба. Вот как сейчас, торговля, ходят туда-сюда, разговаривают. Одетые, как попало, женщины в брюках без платка. Ну, это все шалман. Вот у нас этого, в наших общинах, этого нету. Совершенно нету. Специально дежурный у дверей. Если кто-то приехал, бывает там корреспонденты какие, сразу женщина по два платка. В брюках, конечно, она не зайдет. Ей принесут юбку, одели, и тогда она стоит до оглашенной из идити. Оглашенной из идити, они выйдут. А когда скажут уже с миром и зайдем в конце, тогда разрешается заходить. У нас ни разу не было нарушения. И мы в этом труда никакого не видим. Просто мы знаем, этого нельзя. И написано, церковная дисциплина, там 16 пунктов. Все это сказано. Не опаздывать на богослужения, раньше не уходить. К кресту подходить, там, мужчины всегда первые. К причастию мужчины первые. То есть все упорядочено. Один раз надо было поставить это дело, а дальше оно само по себе идет. Бывает, кто-то говорит, а звонят мне, вот, а можно такой-то вот у меня на работе и давно прийти. Ну, вы порядок знаете? Да, знаем. Это человек под поясом, мужчина. Но у него борода только щетина. Ну, пусть придет. Если разрешаем. Женщины, тут понятно. Приехали с местным архиереем, а мы-то относимся к РПЦЗ, Русской Зарубежной Церкви. А приезжают, у нас полный контакт с Московской Патриархией. Их приехал митрополит, с ним хористки приехали. Молодые девчонки, они там учатся. Ну, и молодые семинаристы. Они еще в храм не зашли, а уже все по форме одеты. Наша рядом живет сестра, они к ней зашли. Ну, у них свет другой, платье только и всего. Все до одной. Платки надели, волосинки не видно. С повойником двойной надеты, как говорит хиджаб. И архиерей тут же митрополит. И эти, которые у него там, семинаристы. Ни одного нет распоясанного. Мы тогда же считаем и никакого труда нету. Ты завел этот порядок, чтобы люди разувались в комнате-то, и ничего и нет. Электрик пришел тоже. А если уже явно никак, врач пришел срочно брать. Мы газету на полу населили, он понимает здесь. Газета никуда не сходит. Даже это вот. Поставь за правило себе. И ты увидишь, как у тебя начнется что-то налаживать. Вот сейчас вышел ролик один. Там спецназовец. Видимо, по-английски там он говорит, американец. Почему я встаю в четыре часа. И он разложил часы, показаны там, как фишки какие-то. Вот у меня самые бесполезные часы вот в это время. Ну, показывают там с одиннадцати до часу. Два часа. Я их переместил вот сюда. Всегда в четыре часа. Вот у нас подъем 4,40. Всегда. Везде, где бы мы ни были. Суббота, воскресенье. А спать, когда тебе потребуется, можешь ложиться. И вопрос никогда не стоит даже. Все знают. Подъем 4,40. Установили в лагере. Дети были. Дети в пять. Я начальник детского лагеря был. Потому 20 минут для обслуги свои дела сделать. Чтоб дети тебя не видели, где не надо. Это ни день, ни два. 45 лет я был начальником. А теперь приезжают, в домах мы живем. То же самое. Так же отдыхают, так же работают. Все. Я тоже верю в это. И соглашусь. И могу сказать, что я думаю, что кому нужна такая служба, какая происходит сейчас. Ну, то есть, либо делать как положено. Либо зачем вообще ее тогда делать. Знаете, везде благоразумие на первом месте. Благоразумие. Вы слышали этот рассказ, как святые отцы подошли к Антонию. Ну и говорят, вот это дело дошло до спора. Одни говорят, главное это молитва, а другие говорят, нет. Главное это пост. А третье говорит, милостыня. Вот. Что главнее это все? Он говорит, благоразумие. И в молитве, и в посте нужно благоразумие показать. Иначе ты себя заморишь и умрешь. И милостыня отдал, а теперь согнулся под дождем, ночевать негде. И будешь роптать. Благоразумие. pesc. Песчет. И вот это красоты. И вопрос такой. Вы уже, наверное, помните. Я вам писал по поводу того, что хочу начать чтение. Ивангелие. С толкованием. Эпилакта. И в церкви. Вот. И все таки решил с этим повременить. И разговариваю с батюшкой, вот договорились на 28 число, то есть вот это воскресенье, после обеда, то есть когда нищие пообедают, до этого батюшка провозгласит, что будет чтение, кто захочет останется, и я буду читать. Вот, и хотелось бы у вас спросить совет и наставление, как лучше настроить это чтение, ведь там будет только Евангелие, было бы хорошо еще, чтобы люди знали и Ветхий Завет, но я же не могу, ну, как бы, слишком разорваться придется, что ли, как бы поступить лучше. У вас люди новые, которые пришли только, или они уже что-то знают? Как бы сказать, знать, вряд ли они что-то знают, просто из прихода люди, люди, которые останутся, которые желают услышать Евангелие, с толкованием, я их еще не знаю, вот, это будет первое чтение. Я вам вот что посоветовал бы, с батюшкой поговорите, ну, если он не будет согласен, значит, придется в другом месте везти где-то, и людей собирать, и батюшка пригласить, то он не пошел, значит, не благословляет, и не надо, не надо. На это благословение какое? Господь благословил, идите по всему миру и проповедайте Евангелие. У нас есть материал, называется «Пособие по изучению Евангелия от Марка». Пособие по изучению Евангелия от Марка. Вот, вам нужно его иметь. Это в третьем томе «Открытым оком». Вы можете это найти в интернете, на нашем видеоканале, просто так и зарядить. Пособие по изучению Евангелия от Марка. И там оно есть, постраничные листаются. Но вам нужно в вордовском варианте, и чтобы перед вами была как отпечатанная. Вот. Но это можно сделать. Перекопировать и... Вот, запомните, третий том «Открытым оком». Книги, знаете, на нашем сайте. Сайт, не форум, а сайт. Называется «Православный библейский сайт. Во свете Библии». И там, с левой стороны, вот так сразу только откроешь и показываешь. Ну, открыл, когда... По-русски «Заряди» и сайт этот выйдет сразу. Там иконы видно. И слева книги. Написано «Книги мои». И вот так «Откните в книге-то», она сразу откроет другую страницу. И там все эти книги. Открытым оком. Ну, а дальше, как скачивать, там все сказано. Скачайте и разверните. И потом постранично вы можете его скопировать себе. Я был на Украине. И там вот это они копируют и переплетают прям настоящие книги. Ну, больше они размером, потому что А4 лист. Он больший. Вот. С него начинать. А где там написано непонятно? Подсобие, что был Новый Завет. Евангелие от Марка. Заранее приготовить одновременно и сюда заходить. Оно поясняет. В Ветхом Завете указано место. Тоже заранее подготовься. Закладочки сделай. Обязательно считать указанные места. Обязательно. Знает, не знает, считать. Истальные, чтобы записывали. Обязательно добейтесь, как в школе. Там написано, кто может участвовать, сколько человек. Там все описано. Материал очень богатый и легкий. Прямо отношения. Ну, проведете занятия 3 или 4, и уже заметите, уже заметно, что какие пришли, какие сейчас люди, уже видно, что они меняются. Дай Бог. Так вот, я разговаривал уже с батюшкой. Он благословил читать. И только одно. Но. Он не видел эти книги. Я ему говорил, что это толкование блаженного перфилакта. Он благословил читать. То есть, там еще есть ваши комментарии. Я не говорил про то, что они там есть, и что я их буду читать. Но очень хотелось бы. Вы же рукоположенный в чеца. То есть, ваши проповеди вполне законно можно читать. Так я понимаю? Конечно. Проповеди, я говорю, в каких-то центральных храмах Москвы. Не просто так. В Москве, в Тбилиси. Вот я был. Где в таких городах больших. И здесь я уже давно не проповедую. Но даже если зайти на наш сайт, там 1300 моих проповедей. 1300. Там в алфавитном порядке название. На какое место писания? Другое там написано. По местам писания. А места писания, это какие указаны в календарях, что батюшке говорит проповедь. Вот скажи, батюшка, ты можешь легко на этот день? Что там? Какой? Матфея, Марка или Ветхозаветняя? Только ткни, и откроется проповедь. Но она указывает на книгу и страницу. То есть, надо книги иметь. Это не две, не три проповеди. 1300. Представляете, сколько? А каждая проповедь полчаса почти. Вот и считай теперь. Так это малая часть того, что сохранилось. Когда я стал публиковать книги, и тут уже все остальное было потеряно. Хорошо. А вот это, что там я даю комментарии, их очень желательно, чтобы считали. Надо, чтобы батюшка прочитал, и быть рядом с ним. Скажет, давайте вот, считаем их комментарии. С чем вы не согласны? Не согласны, вы сразу мне выскажете. Давайте мы по этому. Но вот так, чтобы высказать несогласие, несогласны, пока до сегодняшнего дня нету. А это ни день, ни два, 15 лет. Мои книги исследовали в разных сенсорских отделах. Там и Тульская, Кемеровская область, монастырь, там не знаю, Успенский или какой, в Одессе, Киево-Пещерскую лавру взяли. Дворкин там занимался. За 15 лет ни одного слова не промолвили. Там все божественное. Но без пригляда. Вот нравится, не нравится, такого нет. Они все в пророческом духе. Так говорит Господь, и дальше ничего нам не надо. Это на суде Божьем Бог будет спрашивать, боялся ли ты меня? А это притча Соломона 1.7. Начало мудрости, страх Господень. Бойся одного Бога. Кто Бога боится, тот ничего не боится. Вот Андрей Кураев, когда обо мне говорил, он это подчеркнул. Игнатию, говорит, разницы нет. Соборы, не соборы. Библия главная. Перед ней все ответственны. А я, говорит, смотрю, еще и пископ скажет. Поэтому я не свободен. А теперь он свободен. Его везде потревожили. Благослови Господи. Я не теоретик. Я практик. Вот это, что у нас есть, мы все притворили в жизнь. А на практике, значит, и приходится соответствовать. Вы знаете, качества лидера какие? Слышали? Да, слышал от вас. Вот. Шесть. Так это я взял-то готовое. Это в Америке во время Великой Отечественной, вот этой, Второй мировой войны выявили. Почему вместо убитого майора выскочил сержант Павел, а не капитан. И вот шесть этих качеств. Так, подумайте, посмотрите. Есть они у вас или нет. Если нет, значит, вы молить у Бога надо. Потому что, раз вы считаете, вы лидер, ведущий. А там ведомые, как у летчиков. Вопрос еще есть такой. Ну, он скорее косвенно относится к этому всему делу. Но, в общем, вопрос. Можно ли сказать, что святые отцы одним, можно сказать, голосом говорят, что у Библии абсолютный авторитет? Абсолютно. Все. Все до единого. А если он не будет так говорить, анафе моему сразу отвернись. Ответ. Галатам записывайте. Первая глава, 8-9 стих. Святые отцы. Да, Галатам. Галатам. Первая глава, двоеточие. 1, 8-9. 8-9 стих. Если ангел с неба, или мы будем говорить не то, да будет анафе моему. Анафе моему. Поэтому Затауз говорит в Священном Писании, в Библии, не пропускай единого слова. Все несет в себя огромную информацию. Это Бог сказал. Поэтому называется, у нее три названия у Библии. Библия Святая, Слово Божие и Священное Писание. Словом Божиим ничто не называется, кроме Библии. Почему? Все Писание Бога духовновенно и полезно для учения и обличения. Писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, пишет Петр. Все Писание Бога духовновенно. А Господь говорит в Евангелии от Яна 5.39. Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. То есть о Христе. Евангелие от Яна 5.39. Заучите этот стих. И 1 Тимофею 4.16. Вникай в себя и в учение. В себя. Исполняешь, нет? И в учение. 1 Тимофею 4.16. Так поступая, занимайся с ним постоянно. И так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. А если не будешь поступать, так ты ни себя не спасешь, ни слушающих. Вы сразу же берите ту планку, которую Господь усыновил. Ни шагу не добавляй, не убавляй. Об этом в Таразаконии говорится. Притча Соломона. Притча Соломона. Об этом мы считаем. 30 глава, 5-6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Сейчас начнут говорить всех покойников, отпевать надо то, другое. Нету в Библии ни слова про это. И у нас в отпевальных канонах говорится, раба твоего. А это был богохульник. Он минуты не каялся. Его там застрелили, матерщинник или блудница была. Это суд Божий, не нам. Никогда в это не вмешивайтесь. А вот умирает верующий, тут мы молимся, уже поминаем, и каноны есть, и все как положено. Там прямо говорится, Господи, помяни раба твоего усопшего. Раба. А какой раб? Раб греха. Никого не бойтесь. Если боитесь, даже не высовывайтесь. Так говорит Господь. Вот у меня главный пророк, кого я больше всего считаю близким мне, это Иеремия и Михей. Все согласились идти на Ромо в Галаадске-то. Но хоть кто-то есть еще? Да есть один, я его не люблю. Он обо мне хорошо не говорит. Здорово вообще-то. Он говорит, позовите его. А посыльный говорит, знаешь, все-все одинаково пророчицы. И ты скажи, что победа будет в этой, в отечественной войне. Он говорит, нет, в рот ко мне залазить не надо. Я скажу то, что мой Бог Югова скажет. И он начал тогда говорить. Это просто надо считать Писание. Значит, дальше, если по вопросам. Я сейчас ищу жену. Ну как ищу? Уже долго ищу, можно сказать. Желаю жениться, чтобы приобрести что-то еще, кроме. То есть, чтобы что-то приобрести, приобрети жену. И я думаю, где лучше поискать. В храме? Ну, в общем, подскажете что-нибудь. Я подскажу то, что Павел говорит. Он говорит, остался без жены. Не ищи жены. Ты не согрешишь, говорит. Но вы будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Найти, чтобы она была послушна, как мусульманка, воспитанная в страхе Божьем. Конечно, не на танцплощадке, как Андрей Кураев говорит. Иди там, познакомься. Отмиссионер ее, да не могу, и женись. Это не пойдет. Она с детства должна быть. А это она переоденется, все как есть. А дальше она начнет делать такое, ты не знаешь, куда сбежать. Она разорит тебя до конца. И вот такой благочестивый вид не будет. Она скажет, брей ты, декабра, с бороду. И все. Под каблучники, юбочники. Пропал мужик. А его там уже не было, мужика. Так только, трухлядно. Слово мужчины должно быть твердое. Они придумали. Муж голова, а жена шея. Вот шею куда повернет, туда голова. А шея-то чем она будет думать-то, я говорю. Шея поворачивается туда, куда голова им подскажет. Они думают, умно сказали. Человек головой соображает. А в шее нечем соображать. Тут кожа и плоть. Мозгов там нету. Я желаю, может быть, в будущем году, желал бы, даже так выражать, приехать по Деряевку. Вот. Хотелось бы набраться опыта. Вот. Поплановпитывать Слово Божие еще больше в этой обстановке. Кругом верующие. Это, ну, как... Очень приятно. Когда рядом, и... Как это говорится... Братья по вере. А вы видели, к нам приезжает с Украины Игнатов Сергей Егорович. Юрист. Отц с Украины приезжает. И он живет здесь, и работает, помогает. Ходит на занятия. Он был путешественник раньше. Любил. Не видел. Ну, ему уже почти 60 лет. И он приезжает сюда. И всегда... Я хотел спросить по поводу того, можно ли там когда-то в будущем построиться, или что-то в этом роде. Если бы вы были уже женаты, и были у вас дети, можно. Какие-то братья, которые помогли бы, можно. Ну, правило, значит, деревенский совет решает там принять, не принять. Вы должны показать себя. А то у нас были такие, видите. Были. А потом начали поступать с самохотением, и пришлось им выехать. У нас строгая дисциплина. А все направлено для того, чтобы было хорошо. Чтобы дети во Христе воспитывались. Чтобы жена была послушная. Чтобы ты не спал, а работал. Вот у нас староста деревни, он фермер, Игорь Барабаш. Приехал-то, ничего нету. А сейчас он весь переулок там, хоть и старой техникой. Но еще такой урожай, у него ни склад, никуда не помещается. За бесценок почти все продает он. Гречка уродилась хорошая. Пшеница, ячмень, горох. А там всего-то у него 300, что ли, гектар. Гектар. Это полгектара деревня под усадьбу дается. Полгектара. 50 соток. Ну, получается, 600 человек. Он один обеспечил. Один. А начал ничего. Одна коровка. Корова телилась, а на следующий год уже две у него. Телка растет. У него нет ни ворованного, ничего нету. Как Некрасов говорит. Знаешь, что с неба все Бог тебе дал. А какая у вас там есть работа? Я просто, ну, умственную работу уважаю, но люблю очень работать руками. А какая у вас умственная работа, от каким работаете? Не, я сам как раз не в этой профессии работаю, не в умственной, так сказать. Я обслуживаю людей, обслуживающих профессионалов. А сейчас где работаете? На заправке. Не понял. На заправке. На заправке. Ну, это там что? Нет, я не работал грузчиком раньше. Просто сейчас, можно сказать, перебиваюсь на этой работе. А образование какое? Образование какое? Образование... Сейчас вспомню. А, экономист. Экономист высший образователь. Экономист. Какое же это? Ну, бесполезное такое образование. Абсолютно бесполезное. Вот вы знаете, самое главное, это три специальности. Самое главное. Сельское хозяйство, галантерея, то, чтобы одеться, и строительство. Вот в этом надо вписаться. Вот я закончил строительный техникум, мне хватило на всю жизнь. Меня везде заблокировали. Я тогда грязную работу, пещи делаю. А это заработок хороший, уважение людей. Всегда все при тебе. Я просто поступал на охрану труда. И так получилось, что то группа не набралась, то стипендии. В общем, так и слетел к концу на экономиста. Это все баловство. Еще бывает заканчивать школу, это какой-то университет, историки, исторический факультет. Бери книжку, да и считай, там что ты сделаешь. Другое дело, там иностранный язык надо учить, и у тебя перспектива, когда дети куда-то поедут. Это бывает, там физик, математика еще. А это-то, история. История, вообще чудовищно искаженный предмет. Это сказали... Историю пишут победители, да? Да. Говорили когда-то в 90-м году, уже в 91-м году, на следующий год. И все экзамены по истории отменили по всей стране. Сказано было, история страны чудовищно искажена. А люди сдавали, пятерки получали. Нас всегда спрашивают, а вы как? Мы никогда этому не верили. Почему? А я верующий. Мы видели, что все это обман. Никакого на земле царства, коммунизма не построить. Люди разные, грешники. А Бога нет, все дозволено. Лишь бы оправдывалось это пользой для революции. Расстреляли одного или миллион, для них разницы нет. Ну да, я застал это, можно сказать, увидел это собственными глазами, что история переписывается буквально на глаза. Да. Я когда учился в классе, не помню, в шестом, что ли, у нас была вот эта вот помаранчевая революция, как ее называли, с Ющенко. Так вот, она появилась моментально в этот же год в учебниках истории. А когда пришел Янукович, буквально через год, ее как будто не было. Стерли из учебников, ее вообще не существовало в этой революции. Так что это для меня всегда было уроком, что в истории верить, ну, максимум в какие-то там, ну, вообще стоит не верить. Стоит верить разве что в Библию. Да. В Библии там каждое слово выверено и неизменно, не добавить, не убавить. Вот он, праведник Давыд, совершает тяжелый грех. И все описано. А правители при Сталине и Лене напиши, почему они скрывают, что там Инесса у нее, ребенок там в Швейцарии был, у Ленина. Все это замалчивают. У Сталина что было? В Берии. Все скрывает, все закрыто. Ну, мне это не надо знать, ну, просто сравниваем. А в Библии определенно лот праведный. Вышел и пришлось спать с двумя дочерями, от обоих родились сыновья. И в Библии все это сохранило. Вот это меня привлекло. Там нету шлифовки, лакировки. Никто не подчищает ее. Настоящая история, да? Да, настоящая, притом неизменная. Потому что Господь говорит, я бодрствую над словом моим. Это его слово. Хороший был царь языке, написано. Плохой был Ахав, так и написано. Ну, что ж, у меня вопросов больше немало. Может быть, какой-то... Слава Богу. Слава Богу. Ну, что на это, что... Вам никто не запрещает жениться-то. Но... Просто беда будет, если она будет не такая. Она разорит все у вас. И вы ничего не сделаете. Она думает, куда поехать. Убежит, а мужик за ней тянется. Срам один. У мусульман никогда этого не было. И куда иголка, туда нитка. Нигде поговорки нет, куда нитка, туда иголка. Иголка, это муж. Он пробивает дорогу. Математически как вот считают, что... Муж, допустим, единица, а жена нуль. Вот если она сзади будет идти, в десять. А если впереди станет, нуль целых одна десятая. Стоимость этой семьи. Все, пока. С Богом. Слава Иисусу Христу. Слава вояке. С Богом.